здравствуйте вы смотрите программу диалоги детский музыкальный театр задумка пожалуй из самых узнаваемых творческих коллективов нашего города которые знают не только в самаре но и за пределами по всему миру если говорить целом о воспитании развития личности ребенка то пожалуй творческие походы является основополагающим фактором в этом направлении здесь все понятно любопытно другое почему взрослые люди которые состоялись и чьи профессии занятия далеки от искусства идут в театральные студии посещает актерские тренинги зачем для чего им это нужно об этом будем говорить сегодня ну а в роли эксперта у нас в нашей студии сегодня режиссер сценарист участник проекта комикс андрей бершов приветствую здравствуйте дмитрий вот начнем задумки до 100 что мы чего с чего начали потом при постепенно перейдем взрослым личность формируется творчество помогает где была сформирована твоя творческая личность задумки нет дмитрий я сформирован был вообще в другом городе поскольку меня родители военные поэтому много ездили путешествовали и были большие такие творческие города как санкт-петербург а были совершенно маленькие города где-нибудь в оренбургской далекой области из поэтому у меня конечно мое развитие очень многогранно складывалось вот и окончательно я определился что я буду заниматься творчеством и театральным творчеством только ближе уже к финалу то есть понятно что я в школе участвовал хорошая самодеятельность но одновременно я занимался спортом ну то есть я говорю я много чем занимался но вот получается что 10 11 класс как-то вот выбор уже был вот про то что про про театр если вернемся в настоящее как давно ты сотрудничаешь с этим театром насколько я знаю ты там главный режиссер как взаимодействие это происходит давно в жизни много случайностей и вот одна из таких случайностей произошла в семнадцатом году когда мне кто-то из хороших моих друзей и знакомых сказал что в задумке сейчас идет поиск режиссера ну что идет какая-то некая смена вот и есть возможность попробовать а у меня как раз на тот момент собственно постоянного из постоянного было режиссура я режиссер еще в волжском районе самарской области то есть это губернские фестивали какие-то такие знаковые праздники я там сидел вот но там так сказать работа получается у меня была как бы некая непостоянность равно а здесь вот есть возможность прям вплотную заняться пусть это детский театр но это театр и вплотную заняться и я собственно говоря отправил материалы нашего и замечательный художественному руководителю елены геннадьевны колотовкины вот она посмотрел мои видео работы и потом с ней встретились пообщались и собственно говоря я начал что называется в неком таком тестовом режиме работать и постепенно 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 обросли подробностями и вот вышли уже а у них как раз в восемнадцатом году сорока пятилетия вот в этой свете значит мне такое интересное наблюдение пришло на своем жизненном пути я да и пожалуй то тоже многие мы встречаемся с выпускниками задумки не одно поколение вышло и они то есть являются да может быть руководители компании ну как бы не в творческих коллективов вообще цели и задачи вот театра в чем они чтобы именно развить творческий потенциал или не только ну слушай самое главное в детском театре считают как раз таки вот развитие всесторонние как это красиво всесторонние развитые личности но это правда ну потому что допустим дети в задумке они отличаются от от ребенка просто с чек в школе они они намного раскованнее свободней потому что они танцуют двигаются они общаются легко вот мы едем на фестиваль и казалось бы но они же хореографы они вроде как мне не должны говорить но они берут какие-то интервью не замечательным образом рассказывают и говорят они владеют словом вот поэтому вот эта история думаю что она самое главное то есть она вот и человек занят делом вот еще в чем самое то удовольствие то есть не не болтается так сказать безделье потому что ну понятно что родители работают не всех есть возможность чтобы там ним бабушки кто-то там еще присматривал за ребенком до ребенок предоставлен сам себе естественно он живет там где в телефоне примерно а здесь все-таки человека действительно есть некий режим некое некое расписание да сложно да тяжело но зато мы же через какие-то вот сложности идем к чему-то а если если не будет сложности то собственно говоря ну ты сам понимаешь да вот если мы говорим то мне кажется да и для любого артиста интересно когда это выступление происходит не только в самаре но и за пределами вот ты сказал мы ездим на фестивале как сейчас поменялась ситуация с этими ограничениями вы выезжаете куда-то выступать я вначале сказал то что по всему миру а как сейчас ну конечно же вот я говорю вот вот пример например спектакля в девятнадцатом году мы сделали спектакль пластические пластическая анимационная история по экзюперии маленький принц мы его сделали именно он такой фестивальный потому что там ну такой и скажем не не для этих не для елок спектакль да где пришли чат повеселились то есть там есть где подумать есть какие-то моменты нового произведения такое многослойное и мы его конечно сделать для того чтобы ездить причем на фестивале театральный чтобы оценивали театральные режиссеры потому что там кроме вот пластического момента как раз вы о чем и говори чтобы не просто дети красиво танцуют а доносит ли они мысль да а что у них в глазах они просто исполнители или они действительно проживают да то что я какие задачи им поставил и мы подготовили спектакль и вот выступает двадцатый год и все наши планы все наши задумки да все у нас собственно грязь замораживается и этот спектакль мы вывезли первый раз на фестиваль вот это весной 21 года вот тебе и пример то есть получается он мы его в девятнадцатом там поиграли немножечко потом вот некая замороз поэтому конечно и много фестивалей которые были запланированы конечно же они при при остановили свою работу и нам говорят да вот как только можно будет масс естественно позовем то что на многие фестивали уже же и как бы чуть ли не с называется билеты купили до понимаешь поэтому да конечно вот но сейчас сейчас пошло какое-то движение по крайней мере вот какие-то летние поездки что это было и вот сейчас что-то какие-то выездные моменты но поэтому как-то вот я говорю тогда но с осторожностью а я вот такой хотел момент узнать вот то что понятно детьми там они развиваются творческие как-то проявляются родители когда взаимодействует общает своими детьми не замечал ли ты что им тоже вот хочется вот что-то сделать там вот взрослые родители те кто занимается задумка ну конечно это увлекает вот и и яркий пример тому так называемые а вот каждый год у задумки день в день рождения задумки это конец ноября есть как бы некий до отчетник то что происходит на сцене а потом у нас есть так называемый чебурашник а по театральному капустник вот да и бы и вот как раз таки все забирают собирается в актовом зале школы и там с первого собственно говоря по 11 класс показываются вот эти вот зарисовки да вот вот эти вот истории какие-то и там участвует не только дети а там я бы сказал даже больше участвует родители которые с удовольствием переодеваются в каких-то персонажей каких-то героев делают такие дружеские шаржи на педагогов задумки понимаете то есть вот вот вам момент и получается что действительно такой нету вот этого атака оторванности дату себя ребенка там отдал и когда я про это говорю да это прям да это такая семья и действительно а по-другому не может быть то есть это же опять вопросы такой проверка тебе если ребенок интересен значит ты живешь и не только своей жизнью его жизнью но здесь понятно здесь связка родители дети все как бы то есть в артуре им интерес на тире а вот когда я сказал вначале то что почему люди которые далеки от искусства посещают актеровские тренинги записывал театральные студии с таким контингентом ты работаешь встречаешься происходит практике да вот ты как бы как бы случайно задал вопрос а у меня вот за вот условно говоря вот эти последние полгода я работал и работаю сейчас вот меня вчера был тренинг как минимум там в трех студиях разные там какая-то частная да какая-то там мы условно полу государственные все разные но я прихожу понятно что в одной студии больше дети какие-то да но я прихожу в там в другую студию удивляюсь что там как ты правильно взрослая начинаю с людьми знакомиться оказывается один там студент который учится вообще там в экономической истории один человек он работает уже в банке другой человек где-то там в какой-то значит условно говоря административный работник и я тоже так сначала думаю что же объединяет их людей причем эти люди с удовольствием учат участвует в там в тренингах потому что понятно тренинг там есть интерес получится не получится но эти люди почему-то удовольствием показывают вот эти все театральные этюды то есть они показывают животных и показывают предметы понимаешь взрослые люди казалось бы но я понял и понимаю что ну во-первых самое главное людям сейчас в связи опять же с тем со всеми ограничениями людям не хватает во-первых общения вот самое ценное понимаешь в жизни это общение то есть понятно что всех нас и все мы немножко привыкли вот к тому что телефон можно там легко не встречаясь мы с тобой могли по видеозвязи поговорить и так далее но вот это вот главного когда ты вот чувствуешь человека когда ты с ним общаешься когда он тебя когда он тебя но когда он тебя смотрит оказывается это цену понятно что есть людей план человек приходит игра зачем до пришли да ну я хочу я я руководитель мне хочется развить свои ораторские способности чтобы человеком на совещаниях я мог говорить еще что хорошо а тебе зачем ну вот я чувствую что я там немножко зажимаюсь и там ну то есть люди приходят для того чтобы открыть себя чтобы раскрыть себя чтобы раскрепоститься чтобы опять-таки немножко размять свою фантазию потому что все что мы в жизни делаем но мало фантазии тоже за нас очень много продумано же в жизни понимаешь нам дают это 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 а кроме того чтобы размять фантазию и пообщаться эти люди могут создать какой-либо результат какой-то спектакль вы хотите который будет интересен и может талант открыт я вот почему об этом спрашивают человек не занимался центральных студиях танец на этом банкиру либо там руководитель компании начинает заниматься и у него получается да это я еще и гриф чудо чудо-то сейчас времени с одной стороны получается плохо что там социальные сети все остальное и а с другой стороны хорошо понимаешь я раньше там пусть им не мог мечтать о том что можно я на телефон снять фильм понимаешь там снять на телефон какой-то интересный там рассказ и все это раз и уже и уже готова сейчас возможно и действительно человек приходит он открывается он у него какие-то способ он перестает бояться понимаешь и действительно почему нет ни у нас есть допустим какие-то такие уже истории с этими людьми если они продолжают ходить нет действительно какой-то приходит значит так вот на уровне я хочу позаниматься месяц плотно таскать прокачаться и и дальше я пошел работать и там приходится этот человек который там работает аниматор потом пришел прям прокачайте меня андрея николаевич вот я когда сам такой весь разговорник такой сиак не надо смотреть вы менять чуть со стороны потренируйте всё он про занимался и пошел дальше потом возможно еще вернется а если действительно который раз раз они втягиваются ему интересно а вот а вот что еще такого и у нас там появилось задание а давайте вот сейчас сделаем вот в одной из студии а давайте мы сделаем фото сеты такие с вами вы выбираете любого героя может быть исторически может быть из какого-то фильма вот и ну хотите составьте конкуренцию какому-то актеру но он который уже сыграл в этом фильме да а хотите с как бы свое некое видение и люди за это зацепились у нас получились очень интересные фотосессии точно нас допустим там парень один он сыграл роли киану ривз фильме константин через фото мы передали он он оделся он так сказать поизучил материал он там была принимает вот эти мизан сцены фотографы все фотографируют и мы потом смотрим и так я смотрю по взгляду а человек то там прям вошел же понимаешь в роль вот тебе примеры хотя человек как бы как бы далек от театра от кино человек раскрылся и к этому пришел вот вот если про театр театральной постановки с точки зрения режиссуры ты когда берешь какую-то пьесу либо какую-то постановку на что ты акцентируешься потому что некоторые ради хайпа берут какие-то провокации да и вот пытаются на я понял это говори да ты знаешь я вот даже по вот это по этой версии провокации кого если кого-то берут из разных жанров и куда-то я на самом деле против ты не имею тот вопрос один хорошо это будет или нехорошо если человек ну правда же есть много вот как ты правильно говоришь человек непрофессионал но он потом оказывается что это и такие примеры есть это замечательные актеры и они они есть такие люди да то же самое здесь может быть да он там певец и поет как именно какую-то там какую-то там песню он поет но ты знаешь а вот как раз таки при хорошем материале при хорошей команде вдруг мы видим и его открывает по-другому это я не против как бы другое дело как это получен но нет я на самом деле по-другому работаю я работаю так и почему я вернулся ведь если так перри перемотать мои странички я же вот почему пошел в театры я пошел именно на театральную режиссуру хотя вот эти были моменты на актерский поехать там поступать куда-то меня как я не знаю это опять вопрос неосознанного а такого какой-то вот меня как-то повело и я пошел в режиссуру я же учился на театральной режиссуре то есть очень так серьезно и прям четыре года и прям вот с утра до вечера и это 90 я 90 причем понимаешь все страдали и рассказывают там 90 для тяжелый эти скажем 90 были легкие то есть я не интересный я не ел там лишь не пил там и талон и все остальное не одевался там мой они у меня пролетели потому что 9 утра шел в институт и уходил оттуда в 9 вечера а иногда и не уходил тогда была возможность остаться там с ночевой понимаешь репетировать то есть вот эта штука и поэтому меня пролетел это наполнено замечательно и я вот допустим и был погружен именно в классический театр это потом уже понимаешь опять таки там на третьем где-то курсе проходили театральные капустники мы естественно там что называется в хорошем смысле дурачимся делаем там какие-то штуки и тут вот я увидел что ага интересно еще в театре есть некая такая да вот как бы другой немножко театр назовем его так эстрадный где ты со зрителем можешь вот так работать без четвертой стены вот и потом уже пошла история а и оказывается еще есть и такой жанр как театральная клоуна да где тоже многослойно в то же время там и и я с одной стороны по телевизору крутят маски шоу а с другой стороны мне удалось их увидеть живую понимаешь когда я увидел это не просто телевизионные проекты люди то а я вижу что это актеры которые работают именно работают в масках а если опять-таки параллель провести там маски шоу это же опять-таки это итальянский театр масок del arte где где понимаешь это даже это не случайности то есть это этой глубина на самом деле а потом нет я попадаю смотрю то есть я я слышу я вижу понятно лицедеи все замечательно потом я вижу это опять-таки вживую а потом этом общаюсь с полуниным вот так как с тобой и я понимаю что это тоже вот опять это это прям театр театр это опять не не вот это какая-то легкая история это не они не анимационные какие-то там легкие шоу или там какие-то я не знаю там то есть это очень интересно и я туда ушел прям ну ты скажи вот это мы сейчас плавно подходим а к проекту комикса даму немножко начали на зале об этом вот эти встречи вдохновили на тебе создание этого проекта вот это про я просто сначала закончу протодоле гадарда реал и вот сейчас спустя 25 лет поработав в разных опять-таки жанрах и последние там там 20 лет я все-таки работал больше в эстрадном театре и театр клоунады да я накопил опыт когда я понимаю что вот эти рамки хороши до вот этого театра но есть еще и можно свой театр делать понимаешь чем дело где мне где можно будет делать вот эту гротесковую форму от клоунады и в то же время может быть драматургия и вот это вот какая-то драма даже да там от драматического театра и когда беру материал естественно я уберу уже из расчета что я хочу рассказать об этом и поэтому я беру вот эту историю маленького принца я взял же не потому что сейчас вдруг все стали читать экзюперии маленький принц или потому что нам сказали так ребята у вас репертуарная политика вот вам берите и делайте хотите не хотите нет это было это было мое желание и большое спасибо елене геннадьевны как художественным руководителем потому что когда пришел к ней с этим проектором проектом да она посмотрела послушала и у нее некие сомнения то были потому что я же предложил эту историю она такая она не совсем скажем в жанре детского музыкального театра задумка она она история такая немножечко опять-таки драматическая то есть да я предложил мы работать будем через пластику у нас слова будет появляться там как бы скажем закадрово и мы еще применили работу с экраном то есть там что-то рисуется что-то рассказывается и у нас как герои такие появляются как будто бы из страниц а экзюперии вот но все равно это некий эксперимент и я говорю что она в этом отношении конечно удивительный человек понимаешь она за эксперименты за вот эти какие-то нововведения хотя у задумки есть такие скажем уже некие определенные сформировавшиеся какие-то до моменты но елена геннадьевна молодец она 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 умеет находить новое и за этим идет поэтому вот вот тебе пример и я взял и мне было именно интересно и мне было туда и мне было о чем сказать то есть я же рассказываю там на самом деле про себя и эта книжка про каждого из нас и каждый там себе найдет что-то свое вот если про себя вновь я вернусь к этому проекту ты сам говоришь в странице разные были в жизни вот эта страница комикса которая для города самара тоже была известна на протяжении как раз то есть девяностое мы в динаме просто познакомились окрасит проект что с ним сейчас происходит действует ли он как он поменялся либо он то есть сейчас вот все реже реже как и все ну смотри то есть как у любого проекта естественно вот любой проект и возьми музыкально и все остальное он он существует определенного время у него есть определенный набор опять же если мы даже говорим с тобой про гениальных людей до коих я еще там не дошел как например тот же вячеслав полунин вот посмотри у него на самом деле из гениальных вещей ты посчитаешь по пальцам сколько их и спектакль у него на самом деле из гениальных один вот понимаешь и этому спектаклю тоже уже там 30 лет поэтому есть всегда определенный некий потенциал. У тебя, ну условно, я не знаю, какой пример привести, есть потенциал в чем-то. И ты вот, я не знаю, ну давай на рыбалку мы с собой поехали. Мы рыбачим, 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 и мы понимаем, что все, это место уже мы с тобой нарыбачили. Мы же все равно куда-то будем искать, но не будем мы с тобой сидеть на этой рыбалке очень долго. Поэтому и здесь. Это великолепная история, это прекрасный проект. Очень много дал, начиная от опыта и заканчивая тем, что просто впечатление. мы же проехали огромное количество фестивалей там с нашим с нашим составом когда нас было 4 человека это был 90 вот прям когда мы уже так сказать выросли до того чтобы поехать как раз 96 год вот первый раз у нас был 96 год мы взяли гран-при на фестивале памяти аркадий райкина и вот прям пошла 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 тема и вот с 96 года просто там я не знаю а тогда как раз таки фестивали были просто каждый месяц можно ездить мы объездили вот всю страну все фестивали какие могли быть студенческие профессиональные полупрофессиональные вот театральная олимпиада 2001 года где как раз мне удалось познакомиться и посмотреть вот полунина человека как он репетирует потому что там была в рамках театральной олимпиады было еще так называемая школа уличного театра шут назвал он так да 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 и потом там по окончании она как раз в месяц шоу шла театральная олимпиада и месяц шла вот эта школа где мы смотрели мы репетировали где мы ходили смотрели работы где мы с ним общались анализировали так далее то есть это огромный такой пласт вот с другой стороны из того что стало например мне не интересно что работая допустим в городе ты все равно работаешь то на уровне как ни крути публики и тут мы сталкиваемся с моментом того что мы понимаем что различные корпоративные и праздничные мероприятия это один формат и ты там не можешь умничать понимаешь потому что не ты как зритель вере не зритель тот который пришел в театр сел и ты ему показываешь он там что-то разгадывает и тебя там ценит к сожалению наоборот человек сидит есть от его должен удивить меня вот поэтому и там есть определенную если честно уже определенные заготовки где сто процентов понимаю я этим я убежду и удивлю а этим я не удивлю а мне уже становится скучно каждому час с тобой находим в таком интенсивном творческом потоке динамично обо всем говорим бывает ли ты же как и педагог каникулы выходные ты знаешь бывают но вот в этом году почему-то нет и я счастлив знаю почему потому что их они были в 2020 году как я говорю когда все заморозилось и вот там где-то с марта ну какие-то утки были каникулы то есть мы как будто бы что-то делаем и я что-то делаю но это как-то либо в онлайне вот либо как-то на бумаге либо как-то либо как-то поэтому сейчас я на самом деле очень рад что так вот активная такой какой-то активная не знаю активная активность момент началась условно говоря сентября и вот сейчас вот август и вот она идет и сейчас я опять сентябрь захожу очень активно я очень рад и ты можешь спросить а как же ты отдыхаешь да а ты знаешь вот удивительный момент когда тебе нравится работа и то что ты делаешь ты не устаешь вот парадокс ты понимаешь я и и сейчас даже разговор про то что мне как почему тут и там здесь здесь и здесь еще зачем тебе вот эта студия где ходят люди которые вряд ли они там станут актерами вот они там ходят чтобы там какой-то для саморазвития я вам не потому что интересно они они вот не профессионалы они какие-то забавные они какие-то там в хорошем смысле нелепые мне интересно что-то у них я беру и что-то и что-то я им даю у нас идет обмен и мне интересно понимаешь и я заряжаюсь то я не разряжаюсь а заряжаюсь вот и ну я при этом конечно сейчас избирательным то есть меня приглашают на какие допустим мастер-классы или постановки я узнаю прилагаемые обстоятельства причем меня больше интересует даже именно вопрос что что за люди то есть не вопрос цены понимаешь я могу и что называется без цены но но мне должно быть интересно если я вижу что на меня смотрят глаза или и люди прям вот мы давайте сделаем это давайте а давайте попробуем и так давайте или другой вариант я прихожу и сидят там 30 человек и и опять из серии ну давайте мы типа все знаем давайте нам рассказывайте давайте нас опять-таки удивляйте вы такой вот значит режиссер давайте нас удивляйте нет неинтересно сейчас если проводить такую параллель кто на тебя смотрит глаза посредством нашей видеокамеры к сожалению программа наша заканчивается и чтобы не прерывать твою активность активность будем завершать наше общение и несколько слов может быть будущим нашим актером может быть родителям будущих актеров потому что в принципе уже сентябрь то и не за горами и не за горами друзья я обращаюсь ко всем потому что вы же помните как сказано весь мир театр и люди в нем актеры поэтому не забывайте в хорошем смысле играть а для того чтобы это получалось приходите приходите в задумку родители отправляйте детей в задумку для того чтобы они не просто сказать бегали и безобразничали а все-таки у них было дело и я обращаюсь к людям которые может быть сейчас на работе и и вот сидит и вот ему грустно скучно и одиноко приходите в театральные студии потому что как минимум у вас будет общение у вас будет команда вы почувствуете себя увереннее вы почувствуете себя лучше и кто-то скажет слушайте ну зачем или почему но я боюсь я не настолько талантлив а я вам скажу одно самое главное из всех талантов это желание правильно друзья спасибо большое вам напоминаю что с нами был режиссер сценарист андрей бершов ну а мы с вами встретимся ровно через неделю это была программа диалоги всего доброго до свидания а